Проект выпуска ценных бумаг народного облигационного займа можно назвать пилотным. Номинал одной облигации составит 60 тысяч рублей. Всего облигации выпустят 8,5 тысяч. Таким образом, общая сумма эмиссии составит 510 миллионов рублей. Эти средства пойдут на софинансирование инвестиционного проекта «Пять кварталов». Пять кварталов территория рядом с площадью Куйбышева. Цель проекта – реновация старой части Самары. Строить будут новое жилье. При этом ключевые объекты исторической застройки города сохранят и отреставрируют. Начнут преображение с квартала в границах улиц Самарской, Красноармейской, Льва-Толстого и Садовой. Строить будут не только жилье, но и новые инженерные сети, детские сады, поликлиники, библиотеки. Разнообразная застройка. Преимущественно проект упаковывался и формировался как проект жилищный. Наша задача была оживить эти кварталы, вернуть их жизнь, сделать там комфортное жилье, а также привнести туда новые функции социально-битовые, которых сегодня там нет. Кроме бюджетных средств на реализацию проекта пойдут и деньги облигационного займа. Вкладывать в ценные бумаги выгодно. Доход – 13% годовых. Рассчитан проект до конца 2019 года. Тогда же будет завершен и первый этап строительства. В Самарской области – это старт нового финансового инструмента. И здесь регион в передовиках в стране. Из четырех десятков заявок Центробанк одобрил именно самарское предложение. Первым участником проекта стал Николай Меркушкин. В перспективе – реализация более крупного проекта с использованием облигаций. Сейчас готовится второй основной проект. Проект, он может быть в десятки, а может быть и в несколько десятков раз больше, где мы будем реализовывать очень широкий спектр проблем, которые есть в области, и в том числе направлять средства на развитие. То есть долгосрочные средства на развитие, на создание новых рабочих мест, на проекты инновационные. Каждый рубль этих средств, он должен только идти в дело, только. И это увидят люди, будет интерес дополнительный. Номинал новых облигаций будет разным, что сделает инвестиции более доступными. А главное, кроме дохода от вложений, люди будут реально видеть, на что пошли инвестиции, и даже выбирать тот или иной проект. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.